всем привет подпишись на канал если не хочешь пропустить следующее видео сегодня расскажу вам про вот такой пакетик посылочка мне вот сегодня пришла значит в таком конверте там находится камера заднего вида для автомобиля у меня там моя старая вышла из строя но полтора года где-то проработал в принципе значит в принципе меня это устраивает ну так как это не относительно недорого качество по-разному в зависимости от цены но я предпочитаю покупать недорогие пускай там прослужит год-полтора ну и как менять их ссылочку смотрите под видео на покупочку значит здесь вот пакете сама камера кабель стандартному 5-метровый значит кабель два тюльпана на концах и плюс внутри проброшенный красный кабелек это питание как бы как это все подключается я чуть позже расскажу также кабель питания самого самой камеры с таким вот разъемчиком к 12 вольта подключается куда конкретно сейчас я все также объясню и в пакете еще значит сама камера таким кронштейном камера вот сейчас поближе покажу 17 года вообще марта выпуск марта спереди она выглядит вот так вот то есть там 4 светодиода по краям линза такая вогнутая здесь попала по серединке она склеена значит здесь вот прикручена рамочка такая на саморезиках и на концах соответственно выход видео и выход и вход по питанию и есть еще в комплекте такой двухсторонний скотч который вот сюда вот клеится и два саморезика можно например на скотч можно на саморезе кину я так понимаю что и так и так на самом деле мне немножко это для другого надо сейчас я изначально расскажу как это дело монтируется а потом расскажу для чего мне это как как я это буду делать потому что это универсальная камера в принципе практически под любую машину то есть вот так как-то накрепится там подлив под каким-то углом и сами настраиваем там не знаю может быть кронштейн погнуть можно да он гнется значит что у нас здесь есть мы изначально пробрасываем от багажника ну камера заднего вида ставится обычно назад то есть где-то вот на заднем бампере там либо где номера подсветка номер там ну где-то там ставится естественно мы оттуда протягиваем там через пороги через крышку багажника там как-то значит от того места где у нас будет эта камера мы протягиваем провод значит этот к той части к торпеда где у нас установлена магнитола там например с выходом либо там какой-то дисплей дополнительные куда мы подключать будем этот выход и значит каким образом это все работает вот этот красный провод для чего он нужен сзади мы этот красный провод подключаем к питанию камеры а питание камеры мы вот этим проводом берем с 12 вольт с питание значит лампы заднего хода то есть когда мы включаем заднюю передачу на загораясь лампа заднего хода подает 12 вольт параллельно этому подается 12 вольт на вот этот провод на саму камеру и параллельно 12 вольт вот поэтому вот эти вот эти два красных провода мы соответственно соединяем и по 12 вольт подается по этому проводу на второй конец вот на этот конец это для чего нужно это нужно в случае если у вас есть головное устройство с выходом под камеру видеонаблюдения заднего вида и значит там есть провод который отвечает за включение режима отображения камеры заднего вида то есть приходит 12 вольт на этот провод магнитола понимает что включена задняя передача только так она может это понять и соответственно она переходит в режим переключения на режим заднего вида и подает на экран как бы картинку вот с этого разъема все камера запустилась соответственно магнитола перешла в этот режим мы видим картинку значит переключили на другую передачу автомат ну переключается обратно на этот но это автоматически так чтобы вручную там не щелкать если у вас в магнитоле нет такого то этот провод красный вам не нужен в принципе так теперь хочу рассказать для чего мне это нужно у меня вот так вот выглядел это штатная но не штатная это я тоже покупал но это под определенную машину то есть видео уже засиликонил немножко ну буду снимать она принципе буду буду пробовать менять значит у меня под плафон то есть я снимаю штатный плафон ставлю этот плафон то есть лампочка сюда вставляется ничего не меняется камера у меня соответственно появляется вот такая камерка то есть она вот так вот стоит вот так она ставится и она как-то под таким вот углом под 45 градусов не светит мне надо сейчас открутить и посмотреть подойдет ли эта камера просто на замену потому что вот такой блок стоит 800 там 900 рублей а вот это вот камера с этом 300 вам 350 рублей и если это все подойдет и будет работать то будет на самом деле достаточно бюджетно потому что пластик этот ничего не случается а вот эта камера бывает уходит строить и засиликоне потому что по большому счету 99 процентах она выходит из строя из-за попадания воды во внутрь там конечно есть защита просиликоне на тоже все внутри но бывает что это либо там как-то не очень хорошо потому что вообще китайцы заявляют что это полностью водонепроницаемая камера она может снимать под водой этого не по стакан макают снимает но все это маркетинговый ход по большому счету в наших условиях может на самом деле долго не проработать вот мы видим я вытащил силикон мы видим два самореза снизу я их откручиваю сейчас и буду пробовать ставить на это место ту камеру так вот я от этой камеры тоже открутил кронштейн этот и вот мы видим что в принципе вот по форме все очень похоже вставляем и притягиваем с этой стороны болтами вот мы видим получилось у нас установить эту камеру прикрутил я все как как положено то есть все прочно держится ну для на самом деле как бы желательно перед тем как прикручивать намазать там силиконом и сами вот здесь болты все намазать здесь силиконом например чтобы болты не ржавели чтобы меньше там вероятность была воды проникновения через кабель там конечно все равно тоже засиликоне но на всякий случай все лучше просиликонить вот теперь давайте попробуем подключить и посмотреть что она будет показывать эта камерка для того чтобы посмотреть про включить камеру и проверить нам понадобится для этого ноутбук с программой virtual dab значит адаптер питания вот у меня такой 12 вольт 12 2 2 ампер 12 вольт ссылочку под видео оставлю значит понадобится сама камера понадобится значит вот этот вот провод соединительный в комплекте который идет и понадобится еще вот такой вот захватчик видео оцифровщик можно так сказать который тоже ссылочку под видео оставлю значит длина его там драйвера ставится и вот мы к желтому разъем подключаем видеосигнал вставляется usb значит дальше мы включаем питание вставляем кабель питания берем значит вот этот вот конце вот камеры здесь желтый один соединяем 2 желтый соединяем с тем который на плате тоже желтым и соединяем питание подаем питание на камеру вот и мы видим что загорелись светодиоды то есть питание на камеру пришло камерка немножко нашла греться но это пределах норм потребление на счету камеры около трех вас в принципе небольшое вот значит вот так все это так все это должно располагаться как-то так и теперь посмотрим допустим посмотрим что мы увидим на здесь программа такая virtual dab значит мы это все дело запускаем здесь есть переходим настройки захват видео вове здесь выбираем устройство но у меня уже выбрана она вот мы выбираем устройстве из биграве и вот мы видим что у нас показывает картинка и мы видим что держа камеру как она должна располагаться прямо то есть у нас картинка перевернута на 90 градусов значит повернута это значит что китайцы там что-то перепутали внутри они на 90 градусов повернулись если было на 180 еще ладно можно было как-то понять 90 это стопроцентный косяк и здесь мы видим еще черту вот эту вот ну как бы так сказать линию разметки ну она в принципе помогает кому-то кому-то не очень ну я ориентируюсь на нее там в принципе до желтого доезжают ну я изначально удобнее всего это проверить на на чем-то то есть подъехать посмотреть посмотреть как отображается на разметка посмотреть сколько реально места и уже относительно этого ориентироваться вот ну в общем в принципе качество вот что 40 на 180 30 кадров секунды с достаточно динамично все это отображается цвет но красивую четкость неплохая подсветка есть но это принципе неплохо на самом деле она не будет в темноте никакой роли особо играть эта подсветка вот как бы может можно с ней брать можно без нее ну вот мне цена панель порадовала за такую камеру ну как видим она не совсем правильно собран то есть как его какой вариант ее папа его пробовать разбирать и уже перри на 40 на 90 градусов переворачивать сам сам модуль и уже заливать опять силиконить и ставить на место только только такой вариант я вижу ну и китайцы соответственно можно доказательства там видео снять как она реально работает и выставить значит спор возвратом каких-то денег если вам это интересно попробую все-таки разобрать камеру переставить здесь повернуть разборки тонкой тонкой отверткой нужно вот это вот вот эти вот располагать вот мы видим она уже пошла щель появилась вы видите все она уже пошла половинница сейчас посмотрим что там у нас с силиконом ну тут слабо очень мало силикона то есть вот мы видим какой-то прозрачный такой силиконом с одного края только немножко налит так ну там внутри есть конечно силикон сама плата тут залито этим силиконом каким-то 2 цвета там белый значит что и я предлагаю вообще я я вижу что перепутано то есть вот оно было изначально вот так вот собранную эту видите здесь есть паз здесь соответственно здесь поза нет и здесь построить с двух сторон паз а теперь открываем и смотрим что здесь вот этот вот ответная часть паза она находится вот с этих концов вот здесь видите да вот здесь вот пазов нету то есть пазы не совпадает получается что нужно вот так вот развернуть либо так вот то есть сейчас мы посмотрим как более правильно и соответственно соберем пересоберем и ну китаец неправильно собрал и даже получается что он был не на защелках то есть это защелки она вот просто вот так вот сложилась пополам и все и держалась на клею не защелкнуто даже вот когда мы ставим паз вот эти вот язычки они защелкнутся вот сюда и все и будет очень прочно держаться и соответственно туда силикона можно налить значит сейчас я все соберу вот я поставил наш на штатный этот плафон вот я вставил как было вот так вот и мы видим значит что она не ну как вот так как было до половины теперь что мы делаем и крутим например вот так на 90 градусов и мы видим что все в порядке то есть вот оно как положено вниз и где низ вверх где вверх и вот соответственно мы можем щелкнуть посмотреть вот мы слышим что она защелкивается другой стороны с не буду защелкивать но она защелкнется я туда щас силикона налью и все это дело соберу вот я залил силиконом вовнутрь сейчас вот вытру все остатки силикона и все это дело скрепил он защелкнул достаточно туго сейчас вытру сладки силикона значит повешу к плафону и покажу результат ну вот я все собрал он так будет располагаться мне плафон ну как-то под небольшим таким углом и соответственно вот как мы видим на видео все адекватно смотрится то есть низ где низ вверх где вверх так ну что я могу сказать по поводу этой камере конечно я надеюсь что это все-таки исключение из правил и все-таки такие браки случаются редко но все-таки они бывают и мы это не видим но с другой стороны я конечно открою спор я снял видео перед тем как разбирать камеру я снял видео как она реально работает и я соответственно это видео приюлю китайцу и открою спор как бы чтобы возвращал деньги потому что это фактически не работоспособное устройство человек который в этом не разбирается он не будет разбирать и ремонтировать то есть ему пришло ну не работающая вещь можно так сказать обратно отсылать вряд ли китаец скажет отсылать обратно потому что эта штука стоит дешевле чем отправка и он скажет как бы будет по всякому возможно бодаться может быть сразу согласиться неизвестно может быть будет бодаться но в итоге алиэкспресс как правило становится на сторону покупателя и возвращая деньги все значит по этой камере все так что решайте сами покупать не покупать но в принципе вот как как видите ничего сложного нету там даже в ремонте в случае чего главное чтобы работала показывала так с другой стороны опять таки я не как в любом случае я собирался разбирать ее и силиконить сам изнутри потому что как мы видели значит китай там чуть сбоку что-то засиликонил но это не защита от воды то есть фактически вам нужно полностью разбирать и силиконе по новой и если вдруг от неисправностям криво что-то сделано то как бы все равно вы переделывайте под себя так что но при этом может например половину денег вернуть или даже все деньги вернуть если реально будет брак так что смотрите сами мне например меня так это устраивает все всем пока